Привет, меня зовут Ира, и я основатель крупнейшей онлайн-школы Мехенди. В этом видео я расскажу, что делать со старыми конусами и как их еще можно использовать. У меня накопили старые конусы, это самозамес. Самозамес очень быстро портится. Если он пролежал, например, несколько дней или, может, даже один день на палящем солнце, он начинает густеть, масла начинают отделяться, и масла начинают портиться. Рисовать таким замесом уже не очень комфортно, у него другая консистенция, он намного гуще. И помимо этого он перестает давать цвет на коже, то есть все его полезные свойства исчезают. Но если вам жалко хну, вы можете это не выкидывать, вы можете его реанимировать, замес, и использовать заново, но только уже для тренировок. На людях я не рекомендую им рисовать, цвет он все равно не даст, но вы можете исправить консистенцию и тренироваться на бумаге, либо на ламинированной бумаге, там, где вам удобно. Мы просто перемешиваем его. Мы берем наши конусы, отрезаем кончик, выливаем все в мисочку. Один из признаков того, что хна испортилась, это то, что масло начало выделяться, и когда вы трогаете конус, у вас руки становятся масляными. Мы выливаем все в мисочку и начинаем все мешать. Мы смотрим, какая тут примерно консистенция, и уже в зависимости от этого мы понимаем, что нам надо добавить, может быть, водички, может быть, сахара. Если вы рисуете заводской краской, заводскими конусами натуральной хны, вы можете тоже ее перемешать, если это не краска, а именно хна. То есть тут нужно понимать разницу. Вы можете ее перемешать, но запах будет очень резкий, и, скорее всего, будет все равно аллергическая реакция в виде головной боли или кашля, или першения в горле. Поэтому вот заводскую я рекомендую все-таки выкинуть. А если ваш замес, то его можно реанимировать. Если в вашем замесе эфирные масла тоже уже начали портиться, то лучше его не использовать, потому что испорченные эфирные масла тоже могут дать негативную реакцию в виде головной боли. Мы также смотрим на консистенцию, смотрим, как она тянется, не жидкая ли она, не густая ли она. Перемешали. Я ничего не добавляю, потому что, в принципе, консистенция меня устраивает. Я смешала несколько разных замесов старых, и, видимо, когда они соединились, они дали ту консистенцию, которая нужна. Добавляем сахар и сахар. мы переливаем все в пакет и потом переливаем в конусы можете проверить как она будет выходить из конуса как будет . ставится линия ставится если что-то не устраивает опять перемешать если у вас густая хна не мучайте себя лучше ее перемешать это дело буквально пяти минут я вам сейчас это показала и лучше рисовать хороший хной хотя бы по консистенции для того чтобы хороший результат если вы будете рисовать плохой хной вы будете себя же нервировать потому что никакого удовольствия от рисования вы не получите результат тоже будет плохим все дальше уже просто переливаем конусы и рисуем с такой хной можно делать открытки вот такого плана если у вас много сахара в хне то она будет держаться можно даже лаком покрыть можно даже дерево расписывать тоже лаком покрывать или если у вас недостаточно сахара но иногда наоборот специально сахар очень мало добавляю для того чтобы очень легко можно было отколупать хну и оставался такой плоский рисунок таким образом и цвет все равно на бумаге проявляется можно кому-то дарить либо оставить себе поставить в рамочку